Здравствуйте дорогие телерадиочитатели с возвращением на летсплей игры Blood Omen Legacy of Cain. Полагаю в предыдущей серии я очень мало рассказал о такой несомненно важной вещи для любой игры как управление и так на крестовину Cain ходит как неожиданно не правда ли кнопка квадрат бить кнопка круг питаться треугольник менять обличье на данный момент у нас заступно обличье вампира и летучей мыши я не рассказал что делает обличье летучей мыши но думаю оно было и так понятно для тех кто не понял это быстрое перемещение fast travel да это было в играх еще в 96 году потому что это удобно наконец кнопка крест использовать текущий предмет или заклинание выбор предметов и заклинания осуществляется на l1 выбор заклинаний и на r2 выбор предметов на r1 и r2 вечно я все путаю вечно путаю лево и право возможно потому что я левша возможно потому что я идиот выбирайте сами а на кнопки l1 и l2 осуществляется смена масштабирования на l1 и на l2 просмотр карты прошлый раз мы остановились в этом замечательнейшем храме до земля назготская полнится вот такими вот замечательными храмами которых можно найти артефакты и заклинания сейчас как вы видите я открыл секрет секретов в игре очень много и это мягко говоря на самом деле в игре числятся около сотни секретов а если так то разобраться их еще и побольше найду ли их все а конечно же нет но я найду те на которые наткнулся сам или просто те про которые я знаю на что влияют секреты во первых это различные ништяки во вторых они влияют на тот самый престижный рейтинг возможно там в темноте были пленники но я их не заметил потому что нифига не видно в этом есть смысл этого данжа тут нифига не видно все это для того чтобы подобрать это заклинание наше первое настоящее не считаю убежище потому что я не считаю заклинание свет по моему и так понятно что он делает тех кто не понял прошу посмотреть на экран да включает освещение это замолчи ты ради бога я надеюсь вам нравится эта анимация кастование заклинание потому что она тут будет использоваться еще для нескольких заклов так полагаю пока у нас каин молчит пока он молчит я разговариваю пока он разговаривает я молчу и так пока он молчит я думаю надо будет рассказать об устройстве собственно нашего сеттинга но с года хотя фактически форма управления это монархия причем феодальная то бишь есть отдельные города своими правителями королями по факту это могу кратия потому как настоящими правителями всего и вся является круг 9 для тех кто так ничего и не понял из объяснений к и на предыдущей серии рук 9 это девятеро человек связанных с колоннами нос года каждая колонна правляет своей сферой в мироздании но с года и каждый из хранителей колон так или иначе неразрывно связан с этой сферой то есть сейчас мы идем охотиться на хранителя колонны разума менталиста на правтора чья сфера это телекинез управление разум и подобные веселые вещи также у нас есть колонна конфликта ее хранителем является паладин малек колонна измерений ей заправляет некая азимут умеющая телепортироваться а также путешествует между мирами колонна времени и управляет маг mobius также известны как направляющий время колонна природы и управляет друид по имени бэйн колонна энергии ее хранитель волшебница по имени джоуль до джоуль они были очень тонкими в своих намеках колонна состояний которую управляет алхимик по имени а на крот и наконец колонна смерти колонна смерти же заправляет наш старый добрый друг мартаниус придется ли нам убить и его по ходу игры вообще да указатель на зиг стуру нам туда сейчас уже не надо пока что но мы еще туда вернемся новое поселение нахтхольм но прежде чем мы туда пройдем нам придется пройти через эту пещеру где мы получим еще одну способность я думаю что мы получим еще одну способность мастер-лубая форма мастер-лубая форма Да, теперь можно по желанию превращаться вот в такого вот волка-оборотня. Совсем это волком не назовешь, потому что вы сами посмотрите как это хреновенно выглядит, но тем не менее. В форме волка можно, как уже сказал Кайн, перепрыгивать через препятствия, через которые нельзя перепрыгивать в форме вампира. При этом нельзя пользоваться оружием, заклинаниями и подобными вещами. Обличье волка расходует ману, поэтому пользоваться и можно только ограниченное время. Да он будет ручать так каждый раз, когда я что-либо буду делать. Со временем к этому привыкаешь. Что это нам дает? Ну, возможно перепрыгивать все вот это вот, например. И если звук в игре перестанет страдать фигней, то я буду очень благодарен ему за это. Спасибо звуку в игре. Так вот, я помню, что я говорил о хранителях, кого он назвал. Но назвал я не всех. Я не назвал девятого хранителя. Девятая колонна – это колонна равновесия. И раньше ее хранителем была Ариэль. И стоило только потерять равновесие, глядите во что все скатилось. Если вам интересно, когда именно погибла Ариэль, в первой части это никогда не говорится. Но последующие игры дают дату 30 лет. То есть за 30 лет до начала игры. Так, тут ничего. Тут есть что-то, но надо проходить с другой стороны. Вот так выглядят обычные волки в игре. Еще один указатель на Nachtholm. На все города в этой северной части Носгота. Имеют вот такие псевдо-немецкие названия. С чем это связано, лично я не знаю. Поэтому учитывая, что у главного героя английский акцент, а все разработчики – канадцы. Еще один маяк для формы летучей мыши. В принципе, я могу продемонстрировать, как, собственно, выглядит быстрое перемещение в игре. Можно перемещаться между маяками, которые обозначены вот такими вот дверями. И между крупными локациями, которые находишься настоятельно. И на которые идет вот такая вот панорама. Как была она колонна Носгота в прошлой серии. Перемещение к этим особым локациям с панорамами сопровождается вот таким вот роликом. Для каждой локации свой ролик. Что, безусловно, очень мило со стороны создателей. Особенно учитывая, сколько по отношению к самой игре эти ролики занимали место на диске. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Можно подойти к каждой колонне, посмотреть, как они, собственно, выглядят. А также послушать, что это за колонны. В ПК-версии Кайн также называет каждого из хранителей колонну. Надо сказать, что в этой части оформление колонн достаточно такое. Достаточно глупое оформление с вот этими вот мечами на колоннах. Наверное, самое глупое это у колонны состояния. Так, где она тут? Этот? Нет. Этот колонна времени. Смерти. Да, вот. Потому как, да, выглядит очень глупо. В последующих частях оформление колонн сменили. И здесь вместо вот этих вот картинчик красовались руны. Такой небольшой редизайн. Остальные вот эту площадку перед колоннами, правда, не трогали. Что, на мой взгляд, хорошо. Можно возвращаться обратно, в принципе. Что интересно, при нажатии влево-вправо на крестовине на этом экране ты перемещаешься как раз между этими крупными локациями. А вверх-вниз между маяками. Как видите, перемещение по маякам не сопровождается роликами. Но оно и понятно. Для каждого маяка рендерить ролик. Тут места никакого не хватит на диске. Ну да, у нас тут еще одна интересность. В лице вот этой вот пещеры. Забыл упомянуть. Когда в ПК-версии подходишь к колонне равновесия, Каин произносит следующий текст. Колонна равновесия, некогда охраняемая Ариэль. Колонны сами выбирают своих слуг. Да. Это у нас первая кузница Духа, в которых можно получать различные артефакты в обмен на здоровье. В ПК-версии у этой фразы нет эффекта вот этого вот реверба, или как это назвать толком, я фиг его знает. Короче, там просто шипящий полушепот. Также фраза несколько длиннее в ПК-версии. Голос добавляет, представь себе, какой силой ты можешь обладать. То, каким предметами банчит каждая кузница Духа, показывает рисунок на полу перед входом. Здесь нам предложат освежеватели. Пригодятся. Достаточно полезные вещи, особенно ближе к началу игры. Насколько я помню, кузницы есть для каждого из артефактов. Да, включая сердца тьмы. Хотя до нее добраться это та еще задачка. Также с кузницами связан еще один прикол, о котором я поведаю позднее, когда получил соответствующее заклинание. Он вам понравится. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да блин, развернись же ты нормально, а? Так, ну-ка. Как видите, прежде чем впасть в это вот состояние предсмертного оцепенения, от врага летит вот такая очень заметная струйка крови. Что помогает вовремя остановиться. Как более заметно, чем другие. Ну-ка, сколько нам дали освежевателей? Маловато, конечно. Но сойдет. Еще один храм с заклинаниями. Тут нам предлагают сохраниться. Пока что мы этого делать не будем. Полезный алтарь. Сохраняться здесь я, конечно же, не буду. Так, все, я это сказал. Можем продолжать. Дизайн этих подземелья с заклинаниями обычно сделан так, что вам будет очень хотеться приобрести данное заклинание. Видимо, чтобы вы испытали катарсис этого использования, когда вы его наконец-то получите. Швыряться шарами энергии. Крайне простая идея. Крайне полезен к применению. И помимо того, чтобы истреблять врагов, им также можно пользоваться для того, чтобы нажимать на кнопки. Что нам предстоит сделать и здесь. Ну-ка. Не хватает маны. Так, вернемся. Там был фиолетовый шарик. Так. Надо будет все же посмотреть какой-нибудь другой флагин для эмулятора. Звуковой. Нам к это все-таки не очень приятно. Мне нравится атмосферная музыка в этой игре. Композитором выступил некий Стив Хенефин. Честно говоря, помимо первого Блодома и первого Гекса, я его музыки в игроках не слышал. Но и здесь, и в Гексе мне очень нравилась его музыка. Тут у нас, как всегда, старый добрый пазл два из трех. Ох, что эти венгры. Не знаю. По-моему, этот костюм похож на национальный венгерский костюм. Видимо, опять увязка с Дракулой. По крайней мере, мне так кажется. Как вы можете себе представить, это заклинание в будущем будет для нас крайне полезным. Однако в поздней части игры именно по части нажимания на кнопки он как враги достаточно быстро перерастут. очередной указатель. Что примечательно, никакого тумана войны на карте локации нет. Можно сразу посмотреть все. overre Nie AWS трех покажи, как баня и не версия. Подписывайтесь на канал, И снова в ПК-версии игры не было вот этого вот эффекта реверба. Мы только что испили из первого фонтана крови. Всего их несколько в игре, каждый из них тем или иным образом навсегда усиливает Каина. Данный фонтан дал ему увеличенную силу, что означает, что он может толкать более тяжелые камни. Нет, это не повышает силу его ударов. Если вы разочарованы, не выадим. Толкание более тяжелых камней означает, что я могу пройти туда, где раньше пройти не мог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в паузу. М-м-м... Да, более изобретательного названия не придумать. Что толку заходить в дома и в таверны? Тут могут быть артефакты, предметы, ну или просто можно похавать или словить от местных пахарей. Да, в форме вампира я не способен перепрыгнуть через барную стойку. Люблю такие милые, глупые видеогревые условности. По-моему в этом городе пятийных заведений больше чем домов. Итак, вот тут вы можете видеть пещеру, однако вход в нее закрыт и будет оставаться закрытым вплоть до следующего полнолуния. В игре несколько таких вот локаций, в которые нельзя войти до полнолуния. Большинство из них это просто пещеры со всяким шматом, артефактами и тому подобной дрянью, однако парочка все равно представляет из себя интерес. Их я вам постараюсь показать, что примечательно все они абсолютно опциональны. вот это уже интересно. Интересно это тем, что хотя тут на полу нарисован щит, как будто этот предмет в игре, потому как во всей игре так на полу нарисованы предметы, которые ты получишь в данной локации, никакого щита тут нет, равно как и вообще в игре, видимо они не нашли как его правильно реализовать с геймплейной точки зрения и решили отказаться от этой идеи. Очередная забегаловка. Как-то неудобно крылать устроено, по-моему. Ну да, это куда более сильный артефакт, чем освежеватель. Что характерно, да, у него своя анимация. Если тут будут враги, я ее даже покажу, пожалуй. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз увидеть. Нет, стоп, там по-другому было. Не важно. Так, еще два домика, значит, в этой части города. К пещере я подходить не буду, все равно это без толку пока что. Да. Изничтожает напрочь, причем действует очень хорошо даже на достаточно сильных врагов. Так. Естественно, после этого не остается никакой крови, которую можно было бы выпить. Сами понимаете, почему. Не спи, замерзнешь. А ты храпишь во сне. Я сам храпаю во сне. Неважно. А мы пойдем на север. Но свернем вон туда вон, для начала. Ну как там еще один секретец. Для тех, кто еще не понял, это был Нахт Холли. А впереди нас ждет Стэншн Кроу. Если вы хотите сказать, что я читаю нифига не по правилам немецкого языка, это ничего. Разработчики тоже. Тут у нас, как уже говорил, секретец. Пещера с телепортом. Чудеснейший островок. В котором вот такой вот Stonehenge. И полно призраков и предметов. Зараза. Этого я делать не хотел. Еще разочек. Анкор, еще Анкор, как говорится. Лупое название, Анкор в переводе с танцузского означает еще. То есть получается еще, еще, еще. Так. Парочку освежевателей. Их плюс в том, что они самонаводящиеся. В отличие от той фиговины. Ну да. И они чутка посильнее. Энерго. Снаряды. Здоровье. Мана. Сердце. А вот и новый артефакт. В любом случае, моя магия обращается к очень экзотическим дисциплинам, как манипуляция времени. Я могу встать время вращать, чтобы я двигаюсь как волос, во время все остальные двигаются как будто ли они были измельчены в льду. А именно, это нифига не действует на призраков. Ну, это был полный фейл по всем статьям. Если вам интересно, что это такое орёт Каин в бою, это его девиз, Вэ Виктус, горе побеждённому, взятый от другого боевого клича, Вэ Виктис, горе побеждённым. Но Виктус технически тоже грамотная форма, по крайней мере, насколько я смотрел по этому поводу в Википедии, то есть, да, верить моему слову на этот счёт нельзя совершенно, равно как и в Википедии. Что характерно, когда они узнали, что, во-первых, неправильно это произнесли, а во-вторых, что вообще девицы звучит несколько по-другому, а они долго думали... Они долго думали, при разработке второй части, следует ли им исправляться. Поэтому во второй части, точнее, в Бладомонд 2, я хотел сказать, Каин ни разу этого не произносит, и этот девиз вращается только в пятой части, Legacy of Kain Defiance. Ещё один мега полезный кровавый фонтан. Тем не менее, полного иммунитета к воде Каин так и не приобретёт. Ну и, честно говоря, вредат от дождя было не особо-то много. Ещё один указатель на Стэншн Кроу, чтобы ни в коем случае не пропустили. Тут можно отойти и посмотреть, что у нас тут в стороне. так я и сделаю, прежде чем заходить в сам город. Тут у нас офигенный бугужник, который не передвинуть. Нам, по-моему, ещё парочка кровавых фонтанов понадобится на то, чтобы суметь хоть как-то справиться с этой махиной. Так, тут у нас сколько? Да, тут у нас маяк, что всегда полезно, потому как, да, он очень пригодится, когда мы всё-таки выпьем из тех двух фонтанов и вернёмся сюда. При выходе из внешней локации, то есть вне помещения, все враги респаунятся, что, конечно, несколько печально. Так, тут у нас пещера. При выходе и обратном заходе в внутреннюю локацию, то бишь помещение, вместо врагов будут появляться их призраки. Вреда здоровья они нанести не могут. Они повреждают ману. И выпивать из них тоже предстоит ману. Дальше я пройти пока что не могу, потому что её преграждает вот этот вот окаменевший демон. Но мы сюда ещё вернёмся. Нравится мне, кстати, музыка в этой пещере. Если сейчас я туда вернусь, а делать этого я не буду, потому что уже больно долгая загрузка, то мы обнаружим, что все пленники превратились в призраков. Надо сказать, не особо-то хороший источник маны, очень мало её с них натекает. Я, конечно, могу обойти весь город так, но я всё-таки зайду через парадный вход, а то неприлично как-то. Да, скаламбур, понимаете, стендж, стенджн кроу. Чего она хотела добиться? Пощечинами против вампиров в броне. Так вот просто заходишь на чай, а он тебе сразу с ножом. Приходится вместо чая выпить красненькой. Приходится, они меня заставили, честно. Тайф, ты другой, ты скажешь, что заходишь. Поехали больше. Ух ты! Да, ты рад, ты прикал. Тайф, ты хру! Кап, ты заходишь на ладо и твёр. Кап, ты минус с ладо и твёр. Мой, ты один... Я, я думаю, он разобрался в пещере. Ух ты, ты Thousandайс! Ты же ладо во время. Я и знаю, что я знаю. Ты, где делай вот этот шанс? Днем в городах и селах ходят абсолютно рандомные NPC, которых можно убить за один удар и выпить. Это я не считаю стражников, которые по-моему появляются вне зависимости от времени суток. Ночью они исчезают. Не зайти в такое заведение мы просто не можем. В конце концов у нашего главного героя тоже белые волосы, так что может быть он ведьмак? Скорее всего, нет. Да стой же ты смирно. Чертвой бармен, вечно с ними одни проблемы. Так, давай. Да, да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова по ночам же на этих кроватях были бы спящие люди хотя что именно спящие люди делают бордели мне решительно непонятно и что за херня здесь происходит объясните мне ради бога я надеюсь они заплатили за это хотя надпись help на стене кровью как-то доставляет в этом усомниться так помнится этот секрет был именно здесь ну-ка если тут что-то как-то извернуться был тут один секретис если я соберу мозг кулак я его даже найду если нет то мы сюда еще вернемся вот коке возможно связано с передвижением стульев природе до некоторые секреты активируется преды да есть это здесь да 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 каин ты это все уже говорил причина в том что игра не знает на какую именно кузне вы потокнетесь в первую очередь еще одна кузнецу духа в этот раз на наше новое оружие конечно братан что характерно вот этот вот демон здесь в каждой кузнецы свой милая деталь и это хорошо что мы прошли через бордель потому что противном случае нам пришлось бы дожидаться полнолуния потому как это куница из тех что закрыты до полнолуния выходим и она сразу закрылась выйти можно войти нельзя если только снова через бордель что-то по-моему я фейлил давай я помню тут были какие-то нпс еще дорогих что тоже за дело блин так а что у нас здесь есть кто живой спасибо дамочка и и вам спасибо и вам добрый человек слова то так бить собаку а и поесть не дали а полмолу в этой игре самые большие мрази это бармены ну чтож хотя бы половину здоровья я восстановил и на то спасибо будущее мне не придется так приближаться к людям чтобы выпить из них кровь это лунатик это лунатик был радостен видеть меня может его мануне Это может показать большую правду. Мужчины и Сенченкро я показали, как Нозгов их показал. Я знаю, что это означает, быть воплощенным, вампиром. Я боюсь, что вы не так. Но помните о том, что есть другие, которые будут говорить с тобой. Так долго, как вы знаете, как выглядеть. Для того, чтобы это сделать, нам надо пройти дальше. Но это мы сделаем уже в следующей серии. Как же я сохранюсь сейчас в игре? Сохраним только по алтарю. Воспользуюсь Мазолеем Кайна, конечно же. А потом вернусь сюда по быстрому перемещению в обличье летучей мыши. А до тех пор, всем спасибо за просмотр. Отписывайтесь, ставьте дизлайк, ненавидьте меня, презирайте. Вероятно, я этого не знал. Всем до свидетельствия. Отлично. 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 Продолжение следует...